Студия «Истина восторжествует» представляет. Доброе утро вам! Прежде чем мы с вами начнем сегодня, давайте вместе помолимся. Дорогой Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твое Слово. У нас нет ничего, что могло бы также давать нам чувство безопасности в этом мире. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем строить на этом каменном основании, которое есть Твое Слово, и за то, что это стало возможным для нас и пришло через Иисуса Христа. Мы молим Тебя о руководстве Святого Духа, поскольку мы желаем прианализировать кое-какие вещи, и поэтому мы просим, дай нам ясного понимания того, что мы сейчас будем обсуждать. И для этой цели мы просим о Духе Святом, во имя Иисуса. Аминь. Знаете, на протяжении уже нескольких последних недель меня буквально атакуют и забросали, думаю это будет самым подходящим словом. Меня буквально забросали телефонными звонками, письмами по электронной почте, СМС сообщениями, которые я получил от различных людей. Большинство из всего этого я получил из Соединенных Штатов. Некоторые люди писали из других стран. Даже были письма из таких стран как Австралия, из Европы, в основном из Англии. Я не помню что бы были письма из Африки, из Филиппин, Индии, но я думаю что эти письма еще придут. Многие люди очень и очень сильно обеспокоены и спрашивают о том материале, который был недавно показан в интернете, об этом заявлении человека по имени Дэвид Гейтс. И разумеется с ним в этом заявлении в значительной степени объединились и другие пасторы, те которые работают вместе с Дэвидом Гейтсом. Один из них это Артур Бреннер из Калифорнии. Хочу сказать что я никогда лично не был знаком с этими людьми. Разумеется я узнаю Дэвида Гейтса если я с ним встречусь. Я никогда не встречался и не был лично знаком с Артуром Бреннером. Мой дорогой друг Дэни Виера по которому я очень сильно скучаю. Так вот он Дэни Виера был достаточно близко знаком с пастором Бреннером. Когда он Дэни Виера был в церкви города Сакраменто. Но лично я никогда не встречался с этим джентльменом. Дэни Виера говорил всегда только добрые слова о пасторе Артуре Бреннере. Он его лично знал. И всегда от него я слышал только хорошее и доброе о Дэвиде Гейтсе. Я хочу чтобы каждый из вас понял сейчас что это видео не направлено лично против этих людей. У меня нет ничего личного против этих людей. Но я делаю это видео только с одной целью. Чтобы рассмотреть и проанализировать то чем они эти люди поделились и распространили. И что принесло в церковь адвентистов седьмого дня настолько сильное смущение и путаницу. И только лишь одна эта тема будет в центре внимания сегодняшнего нашего исследования. Один человек мне сказал что это заявление Дэвида Гейтса и Артура Бреннера это просто предупреждение, и попытка разбудить наш народ, народ Божий. И друзья само по себе это потрясающе мы на самом деле испытываем острую нужду что бы мы были все пробуждены, предостережены и что бы нас немного встряхнули. Потому как сейчас такое время и в мире происходят такие важные события так же в наших домах и в наших церквах у нас есть острая нужда в том что бы нас немного встряхнули. Потому как пришествие Иисуса приближается. И весть которая предупредила людей должна быть дана для того что бы народ Божий был разбужен и вел себя согласно тому времени в котором мы сейчас с вами живем. Иисус вскоре придет. Финальные события зловещие которые сейчас происходят на земле друзья я хочу сказать что все эти темы наша организация истинно восторжествует эти темы проповедуются уже более чем двадцать с лишним лет. Мы предупреждаем людей о том что происходят определенные события и в этом мире и в церкви. И эти события предвещают последний великий кризис кризис который вскоре разразится в этом мире. Итак если звучит весть предостережения слава Богу. Это здорово. Мы испытываем нужду в этой вести. Те события которые произошли в Вейка, в Руби Ридж, в Оклахома Сити. События 11 сентября 2001 года. Мы отслеживаем все эти события и все что там происходило. События в Нафта. Если вернуться в начале 90-х то что произошло там при участии обученного иезуита Билла Клинтона. Мы предостерегали тогда и жителей Америки и адвентистов седьмого дня во всем мире что бы они пробудились прежде чем это не стало уже слишком поздно. Друзья книги которые я написал «Секретный террорист» и книга «Враг разоблачен» там в этих книгах находится весть предостережения. Эта весть говорит как нам гражданам Америки так и всему миру где мы с вами сейчас находимся и куда движется Рим для того что бы восстановить свой контроль над всей этой планетой используя при этом отступившие протестантские церкви. И так весть предостережения если бы это было то что Дэвид Гейтс на самом деле сказал и Артур Бреннер сказал тогда я сто процентов или даже тысячи процентов я бы поддержал эту их весть предостережения. Ну а друзья эти два джентльмена пошли дальше намного дальше что бы просто дать весь предостережение. Но Дэвид Гейтс и Артур Бреннер предпочли вместо этого пойти по пути и совершить то что можно сказать принесло буквальное потрясение в нашу среду. Потому как друзья мы являемся народом который знает пророчества Библии. Мы являемся тем народом который начал свое существование на основании пророчеств Библии временных пророчеств. Временных пророчеств. Тех пророчеств которые мы как адвентисты седьмого дня всегда провозглашаем. Это великие принципы протестантизма о том что день в библейских пророчествах равен году. Друзья, все учение адвентизма основывается на временных пророчествах из книги Даниила восьмой главы и стих четырнадцатый. Это период времени которым Библия говорит на две тысячи триста вечеров и утр и тогда святилище очистится. И мы согласно этому являемся наследниками миллеритов и адвентистского движения. Мы возвещали истину что в 1844 году Иисус Христос начал свою работу во святом святых. О том что начался суд в 1844 году. О том что исполнилось пророчество о две тысячи трехсот днях из книги Даниила восьмой главы стих четырнадцатый. Друзья, дьявол ненавидит все эти пророчества и он делает все что только возможно чтобы мутить воду, чтобы вызвать смущение и путаницу в нашем понимании времени, пророческого времени, библейского понимания о временных пророчествах. И друзья я очень ясно осознаю в свете того что мы собираемся сегодня исследовать что именно дьявол специально создал эту путаницу в наших умах у нас как у народа Божьего. Той целью что бы извратить и неверно представить наше понимание временных пророчеств. И друзья хочу прочитать сейчас несколько утверждений. Первое взятое из книги Откровение 10 глава. Откровение 10 глава стих 6. Откровение 10 глава стих 6. Библия здесь говорит «И клялся живущим во веки веков, Который сотворил небо и все что на нем, землю и все что на ней, и море и все что в нем, что времени уже не будет» Друзья, в этой 10 главе книги Откровения раскрывается великое разочарование и великое пробуждение которое имело место в 30-х годах 19-го века и которое продолжалось до начала 40-х годов 19-го века. Здесь было предсказано миллеритское движение, когда они провозглашали эту весть о том что Иисус грядет, перед 1843-м годом и затем 22-го октября 1844-го года. Книга Откровение 10 глава говорит «Времени у уже не будет». Друзья, книга Откровение 10-я глава говорит нам что начиная с 1844-го года больше никогда не будет вести об определенном времени, которую бы Бог дал своему народу. Именно об этом говорит нам 10-я глава книги Откровения. Больше никогда не будет такой вести, которая говорила бы об определенном времени. Итак, начиная с 1844-го года и вплоть до 2-го пришествия Христа, если кто-либо придет с вестью, основываясь на временном пророчестве, или же на неправильном применении временных пророчеств, то мы с вами должны знать, что это не от Бога. Библейский комментарий. Здесь помещен комментарий Элен Уайт, том 7-а. Она комментирует это место в книге Откровения 10-я глава, и здесь говорится следующее. «Это время, о котором ангел благовествует с торжественной клятвой, не является окончанием земной истории или временем благодати, а пророческим временем, которое будет пришествовать пришествию нашего Господа». Конец цитаты. То есть Элен Уайт объясняет именно то, что я сейчас сказал, и делает это еще более ясным для нас. То есть народ уже не будет иметь иной вести об определенном времени. Друзья, я не знаю как еще более ясно Элен Уайт могла бы еще выразить эту мысль. Я не знаю как еще более ясно Дух Святой мог бы это представить для нас. То есть народ Божий уже не будет иметь иной вести об определенном времени. И, друзья, нам известны события, которые должны произойти. То должен быть установлен воскресный закон. Основываясь на том, что написано в книге Откровения, глава 13-я и 14-я. Там сказано, что будет установлен воскресный закон. Должно произойти излитие Духа Святого. Книга Откровения, 18-я глава и 1-й стих. Должен прозвучать громкий клич, который осветит весь мир познанием славы Божьей. Пророк Аввакум во 2-й главе своей книги написал следующее. «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». Друзья, это то, что должно произойти. Многие люди станут мучениками. Многие будут посажены за решетку, за их веру. Все это будет происходить, и зальются язвы. Все эти события, о которых нам известно, они уже прямо перед нами. И как только Господь позволит, все эти события произойдут. И эти события придут с огромной скоростью, подталкивая нас ко второму пришествию Христа. Но не существует никакого временного пророчества, которое было бы как-то связано с этими событиями. Друзья, вы можете спросить об этом Артура Бреннера, и скажет ли он об этом «О, безусловно, это так» или же Дэвид Гейтс. Скажет ли Дэвид Гейтс вам то же самое? Или же Мэрин Берри? Или же множество других людей, которые прошли этот же путь за последние 50 лет? Друзья, я собираюсь придерживаться только того, что здесь сказал Святой Дух. Народ уже не будет иметь иной вести об определенном времени. После этого периода времени, относящегося к 1842 по 1844 годы, уже не будет в дальнейшем прослеживаться пророческое время. Наибольший пророческий период будет простираться только до осени 1844 года. И это конец этой истории. И все! Точка! Вопрос закрыт! А теперь, вопрос к вам, друзья! Говорила ли когда-нибудь Элен Уайт что-то о людях, которые будут устанавливать время после 1844 года? Подобно тому, что делают Артур Бреннер, Дэвид Гейтс и другие. Это происходило в прошлом, происходит в настоящем и будет происходить в будущем. Сталкивалась ли сама Элен Уайт с этой же проблемой в течение ее жизни? Разумеется, да, друзья! Следующая цитата взята мной из книги «Избранные вести» том 2-ой страница 73-я. Послушайте внимательно, что Элен Уайт здесь говорит. «Я прямо сказала этой группе фанатиков в собрании в Джексоне о том, что они выполняют работу врага Божьего и пребывают во тьме.» И кто же эти группы фанатиков, которые тогда выполняли работу врага? Что же они тогда в то время провозглашали? Сестра Уайт продолжает и говорит. «Они утверждают, будто им дан великий свет, и что время испытания закончится в октябре 1884 года.» Что же они этим самым делали, друзья? Эти фанатичные люди, которые были ведомы самим дьяволом, работали во тьме. А что они говорили? Они назначали время, когда кончится время испытания. Они устанавливали время и говорили «У нас есть свет, что в такой-то и в день произойдет такое-то событие.» Эллен Уайт назвала их фанатиками. И она сказала, что они выполняют работу врага. Она продолжает дальше и говорит. «Я публично заявила, что Богу угодно было показать мне, что в вести, посланной Господом, после 1844 года, нет никакого точного указания времени.» Что Эллен Уайт сказала? «Нет никакого точного указания времени.» Хорошо. Но если кто-нибудь говорит «Я имею великий свет, и с момента приезда Папы Франциска в США в сентябре 2015 года, через три с половиной года, после этого, весной 2019 года, будет принят национальный воскресный закон. Суд над адвентистами седьмого дня, то нет никакого точного указания времени.» Таким образом, мне доподлинно известно, что эта «весть», в кавычках, которую с большим рвением поддерживают четыре или пять человек, является ересью. «Видение этой бедной девочки» здесь идет речь о дочери одного человека. «Видения этой девочки были не от Бога. Этот свет пришел не с небес. Действительно, времени осталось не много, но это еще не конец. Именно поэтому нам дано выполнить такую большую работу, чтобы приготовить людей к запечатлению их печатию Бога Живого.» Вау! Эта «весть», в кавычках, которую они с большим рвением или с большой ревностью защищают, эту ложную весть во времена Уайт, пропагандировали люди, которых уважали за их труд. Но все эти видения были не от Бога. Этот свет не пришел с неба. Она, Эллен Уайт говорит, что эта весть является ересью. Друзья, опять-таки Эллен Уайт говорила нам на том же языке, что мы сейчас с вами говорим, в своих выражениях она использует те же термины, которые совершенно понятны для нас. Она говорит, что если кто-либо назначает определенное время, после 1844 года, и говорит, вот это и то произойдет в это время, как Эллен Уайт называет это, друзья? Она говорит, что это фанатизм. Она говорит, что они таким образом выполняют работу врага душ. Что эти люди, которые защищают эту теорию, они находятся во тьме. И что это является абсолютно ересью. Это ересь, друзья. Избранные вести, том 2, страница 73. Письмо номер 38, от 1888 года. Здесь написано. «После этого, здесь имеется ввиду после 1844 года, многие назначали новые даты и время, но мне было показано, что у нас не должно быть другого времени для того чтобы провозгласить его народу.» И скажите, друзья, как же можно извратить это простое утверждение? Вы не можете извратить это? Мне было показано, что мы не должны назначать еще какие-то пророчества для того чтобы проповедовать их народу. Но постоянное назначение определенного времени было именно тем, чего желает враг. И это с успехом служит его целям разрушить веру в первое провозглашение времени 1844 году, которое имело небесное происхождение. Вы видите, друзья, как Эллен Уайт это простое и ясно сказала. Как Святой Дух все это ясно объяснил и представил. Уайт говорит, что дьявол назначает определенное время на будущее и этим самым он пытается представить народу Божьему ошибочность чего? Он пытается разрушить понимание народа Божьего первое назначение времени, которое имело небесное происхождение. А какое время Бог дал и установил нам, и это имело небесное происхождение. Это была весть о 2300 лет. Друзья, дьявол ненавидит эту весть, основанную на 8-й главе книги Даниила, стих 14-й. Я наблюдаю за всеми такими назначениями времени уже на протяжении последних 40-ка лет. И всякий раз кто-нибудь начинает опять эти игры с установления времени и назначением дат. Конечной целью противника душ является разрушить веру в то что написано в книге Даниила в 8-й главе стих 14-й. Наше понимание по этим вопросам было всегда одним и тем же. Ожидать и наблюдать не назначая при этом никакого времени, которое бы стояло в промежутке между окончанием пророческого периода в 1844 году и временем 2-го пришествия Господа. Друзья, время, пророческое время. Пророчество с указанием времени имеет очень важное значение в понимании книг Даниила и Откровения. Для понимания всех этих потрясающих событий, как положительных, так и отрицательных событий, которые имели место в течение всей истории человечества. Друзья, временные пророчества в книгах Даниила и Откровения точно определяли время возникновения папской власти в 538 году и этот период продолжался до 1798 года. Семь раз в книгах Даниила и Откровения был представлен этот период в 1960 лет. Книга Даниила 7-я глава стих 25-й, Книга Даниила 12-я глава стих 7-й, Книга Откровения 11-я глава 2-й и 3-й стихи, Книга Откровения 12-я глава стихи 6-й и 14-й, и Откровения 13-я глава стих 5-й. Все эти периоды точно указывают на возникновение папства. Это период времени с 538 года и до 1798 года. Временное пророчество в книге Даниила в 9-й главе указывает и точно определяет время, когда Христос принял крещение в 27-м году. Эти пророчества также точно указывали на дату смерти Христа в 31-м году по Рождеству Христову. Эти пророчества также указывали на закрытие двери благодати для иудеев как народа в 34-м году, в тот момент когда Стефан был побит камнями. Все эти величайшие события в истории этого мира, друзья, были точно указаны с помощью этих временных пророчеств, записанных в книге Даниила в 9-й главе. Книга Даниила 8-я глава указывает на конец истории этого мира. Даниила 8-я глава стих 14-й точно указывает на время когда Иисус приступил к совершению Своей заключительной работы во Святом Святых Небесного Святилища. Он начал следственный суд. Как было сказано об этом в Откровении 14-й главе стих 7-й. И согласно тому что было сказано в книге Левит 16-я глава. Эти пророчества указывали на то время когда Иисус начал работу суда в Небесном Святилище. Книга Даниила 8-я глава стих 14-й говорит о периоде времени который простирается вплоть до 1844 года. И друзья когда мы начинаем какие-либо игры с какими-либо из этих пророческих периодов с периодом 490 лет или же 1260 летним периодом из Даниила 7-й главы и 12-й и 13-я глава или же Даниил 8-я глава 14-й стих с периодом времени 2300 лет. Когда мы начинаем игры с этими периодами друзья с каким-либо из этих временных пророчеств все тогда начинает разваливаться. Друзья нам необходимо понять что если мы берем одно из этих величайших пророческих периодов и мы извращаем понимание об этом или же мы повторно начинаем применять это пророчество или же говорим этот период времени имеет двойное применение. Друзья если мы делаем это с каким-либо из этих временных пророчеств из книги Даниила Откровения то в таком случае друзья все начинает разрушаться и все начинает падать. Давайте сейчас рассмотрим эту идею о двойном применении этих пророчеств. Евангелие от Матфея 24-я глава. Мы всегда учили и это верно что информация записанная в Евангелие от Матфея в 24-й главе имеет двойное применение. Мы так всегда учили. И выйдя Иисус шел от храма и приступили ученики Его чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им видели все это? Истинно говорю вам не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Леонской то приступили к нему ученики наедине и спросили скажи нам когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века? Друзья ученики Христа понимали что если храм будет разрушен то это означает что Иисус должен прийти. Они объединили вместе два этих события и когда Иисус отвечал на их вопрос Он дал им один ответ. Он сказал эти события о которых я вам говорю будут обольщения будут войны, будут землетрясения, будут гонения. Он сказал им что все эти события должны произойти прямо перед разрушением Иерусалима. И эти же события будут также иметь место перед вторым пришествием Христа. И вот друзья что мы подразумеваем когда мы говорим о пророчествах с двойным исполнением. Пророчества применяются и исполняются в двух различных местах. Вот что это означает. И друзья и в Писании и в трудах духа пророчества многие события имеют двойное применение. События, обратите внимание, события имеют двойное применение. Временные пророчества никогда, никогда не имеют двойное применение. Друзья если вы услышите, что кто-либо в этом вопросе. Артур Бреннер, Деверт Гейтс или любой другой кто пожелает последовать за этими глупыми идеями. Этими дьявольскими идеями. Если они скажут вам что временные пророчества имеют двойное применение, то этим они полностью уничтожают то что говорит Библия и труды духа пророчества. Ни разу в Библии и в трудах Оллен Уайт вы никогда не увидите что бы временные пророчества можно было бы применять в двух разных местах. Что бы в одном месте время было буквальным, а в другом месте время было пророческим. Вы не можете смешивать эти два понятия. Если вы так поступите, друзья, то вы этим самым создаете море путаницы и море смущения. Позвольте мне проиллюстрировать эту мысль. Друзья, и для примера возьму период 42 месяца. Как сделать что сделал этот джентльмен? Книга Откровения 13 глава стих 5. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». И друзья, и Писание, и Дух пророчества достаточно ясно говорят, что 42 месяца, а в библейском месяце 30 дней. Мы должны 42 умножить на 30 и у нас получится 1260 дней. И в книге Иезекииль, 4 глава стих 6, в книге чисел 14-34 говорится, что день в библейских пророчествах символизирует год. И поэтому в книге Откровения 13-5 говорится о 1260 лет господства папства на протяжении всего темного средневековья. Это пророческое время, друзья. Можем ли мы поступить с этими цифрами так же как с ними поступили Артур Бреннер и Дэвид Гейтс? Когда они сказали, что теперь этот период исполнится буквально. Это буквальное время, так они сказали. Друзья, все это не соответствует тому, что уже сказано в Духе Пророчества. Более того, если мы скажем что это буквальное время, мы в таком случае должны быть последовательными. Что я имею ввиду говоря это? Если мы говорим, что в Откровении 13-5 говорится о 42-х месяцах, если мы говорим что это буквальное 42 месяца, то друзья в таком случае мы должны быть последовательными и сказать что то же самое о всех временных пророчествах книги Даниила и Откровения во всех стихах которые говорят об этом же. Откровение 12-6. «А жена убежала в пустыню. Церковь убежала в потаенные места, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней.» Друзья, если мы согласимся с тем что 42 месяца в Откровении 13-5 что это буквальное время, мы будем обязаны тогда признать что 1260 дней из Откровения 12-6 что это также буквальное время. Вы не можете одно признать, а другое не признавать. И так получается что церковь убежала в потаенное место в пустыню на три с половиной буквальных года. И если вы согласитесь с этим друзья, в таком случае вы отбрасываете этим самым то что сказано в Духе Пророчества. Вы просто пренебрежете тем что там сказано. Потому что объяснение которое оставила нам Эллен Уайт о 42-х месяцах из Откровения 13-ой главы и о 1260 днях из Откровения 12-6 она всегда говорила об этих периодах как о пророческом времени. Она говорила что церковь Божья убегала в пустыню на 1260 лет. Если вы верите в то что церковь убегала в пустыню на три с половиной буквальных года начиная с 538 года. Но что в таком случае делать с тем что происходило во времена темного средневековья? Что нам в таком случае делать с тем что написано в книге «Великая борьба»? Трагедия того что сделали эти джентльмены состоит в том что если вы начинаете выбивать камни из основания адвентистской вести в таком случае все падает. Дух пророчества падает. Все наше понимание Даниила и Откровения разрушается. Истина о том что мы были созданы как народ в 1844 году эта истина тоже разрушается. Потому как друзья если в книге «Откровения» вы изменяете понимание о временных пророчествах о котором очень ясно сказано что это пророческое время. И если вы говорите что следует это время понимать буквально в таком случае вы должны сделать то же самое в книге Даниила 8.14. Вы должны сделать то же самое в Даниила 7.25 где написано «времени, времен и полвремени» и то же самое вы должны сделать с временными пророчествами из книги Даниила 12-й главы. Мы всегда верили как народ тому что написано в книге пророка Малахии 3-я глава и стих 6-й. Книга пророка Малахии 3-я глава и стих 6-й. Мы всегда провозглашали эту истину. Друзья здесь в этом стихе говорится о законе Божьем и о субботе седьмом дне недели. И когда мы так применяли этот стих мы были правы. Но этот стих также применим не только по поводу закона Божьего и субботы седьмого дня. Этот отрывок также применим к временным пророчествам. Книга пророка Малахии 3-я глава и стих 6-й говорит «Ибо я Господь, я не изменяюсь» Друзья, осознаете ли вы к чему вообще приведет эта идея считать эти временные пророчества буквально? Осознаете ли вы как это повлияет на понимание характера Божьего? Бог что не может решить один раз и навсегда? Одно место Писания получается там время пророческое, а в другом месте Писания там время буквальное. Друзья, подобные теории попросту разрушают понимание о Божьем характере. Если мы говорим что период в 42 месяца из Откровения 13-5 это буквальные месяцы, тогда в книге Даниила в 7-й главе мы должны признать что там также буквальное время. Где написано что малый рог правит время, времен и пол времени. Мы обязаны тогда сказать что папство правило во времена темного средневековья всего 3,5 года. Но это же безумие! То же самое нам необходимо тогда сделать и с Даниилом 8-14. Время в этом пророчестве не должно тогда больше пониматься как пророческое время, но как буквальное время. И таким образом вы разрушаете и наше понимание о 1844-м годе. И затем вы разрушаете доверие к трудам Духа пророчества. И после этого вы разрушаете понимание о трехангельской вести. Что же у вас в таком случае останется? Но вы скажете, погодите минутку, но временные периоды в книгах Даниила Откровения это буквальные периоды времени. Это же настолько ясно, друзья! Для понимания этого вопроса не нужно быть доктором наук. Книга Даниила 4-я глава. Даниила 4-я глава. Первый раз временной пророческий период упоминается в книге Даниила 4-я глава. Даниила 4-я глава. Здесь говорится о Навуходоносоре и о его сне и о том как он стал однажды как дикий зверь. Даниила 4-я глава стих 13-й говорит здесь следующее. «Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен.» Разве здесь это пророческое время? Вы что хотите мне сказать что в этом месте это пророческое время? Ясно и очевидно что Даниила 4-я глава стих 13-й. Ясно и очевидно что Даниила 4-я глава стих 13-й. Здесь говорится о буквальном периоде времени в жизни Навуходоносора. Книга «Пророки и цари» поддерживает эту же мысль. Эллен Уайт очень ясно написала что царь Навуходоносор превратился в безумного человека и был таким в течение семи лет. Скажите так это буквальное время в книге Даниила? Несомненно что да. Буквальное. Имеются также стихи в книге Откровения где есть буквальное время. Помните описание 1000-летнего царства в Откровении 20-й главе? Там написано «тысяча лет» это буквальное время. Ну а друзья есть также и другие временные периоды в книге Даниила. Это время, времен и пол времени. 1290 дней. 1335 дней в книге Даниила в 12-й главе. 409 лет или же 70 недель из Даниила 9-й главы. Стих 24. 2300 лет из книги Даниила 8-й главы Даниила 9-й главы. И вы не можете воспринимать это как буквальное время. Подобные сему заявления не имеют абсолютно никакого основания в Библии и в духе пророчества. И мы не можем делать такие заявления и говорить что существуют временные пророчества двойного исполнения. Нет у нас для этого никакого основания чтобы говорить что временные пророчества должны исполняться два раза. Это не является истиной. Бог не изменяется. его закон так же не изменен. Но пророческое время 1260 лет в книге Даниила 7-й главе 25-й текст это то же самое время что в книге Даниила 12-й главе стих 7-й. Это тоже самый период времени что и в Откровении 11-я глава стих 2-й и 3-й. Это тот же самый период правления папства из книги Откровения 12-й главы стихи 6-й и 14-й. Это тоже период правления папства на протяжении темного средневековья из Откровения 13-й глава стих 5-й. Все это согласовано и здесь нет никакого противоречия. Потому что Бог не изменяется. все эти вести о том что временные пророчества повторно исполняются. Такие вести разрушают понимание о характере Божьем. Получается что Бог не может один раз решить. Это фанатизм друзья. Фанатизм в чистом виде. И прежде чем мы окончим на сегодня эту встречу. И прежде чем мы окончим на сегодня эту встречу. Я хочу сказать несколько слов о заявлении Дэвида Гейтса по поводу суда над живыми. Он сказал что этот суд над живыми начался когда папа Франциск приехал в США. Именно так он сказал это не что иное как спекуляция в чистом виде. Я хочу сейчас вам прочитать одно утверждение. Письмо номер 11 от 1890 года. Эту цитату вы сможете найти также в библейском комментарии адвентистов 7-го дня страница 976-я. Здесь написано «Господь ясно показал мне, что образ зверя будет сформирован перед тем как окончится время испытания». Ибо это должно быть великим испытанием для народа Божьего с помощью которого будет решена их вечная участь. А что же такое образ зверя? Это когда отступившие протестанты в Америке возьмут под свой контроль политическую власть в этой стране и будут использовать эту политическую власть для того что бы навязать поклонение воскресный день. Это то что установит образ зверя. Эллен Уайт говорит «Формирование образа зверя и установление воскресного закона это будет великим испытанием для народа Божьего с помощью которого будет решена их вечная участь». Друзья, для тех в нашей среде которые говорят что суд над живыми уже начался. Я помню что Дэвид Гейтс говорил об этом в своем заявлении которое называется «Близко при дверях». Джефф Петтенджер был такой человек он все время устанавливал дату начала суда на 11 сентября 2001 года. Он говорил что еще тогда начался суд над адвентистами седьмого дня. Но Эллен Уайт ответила очень и очень ясно на этот вопрос. Суд над живыми не начнется пока не будет установлен национальный воскресный закон. Друзья, на протяжении длительного времени я работал преподавателем. Я ни разу не ставил какому-нибудь студенту окончательную оценку прежде чем он не сдавал последний экзамен. Я ни разу не ставил оценку студентам основываясь на контрольных и проверочных работах которые были в течении семестра. Я не ставил им окончательную оценку основываясь на этом. Окончательная оценка друзья ставилась мной только после того как оканчивался последний экзамен или последний тест. Что я этим хочу сказать? Последним и окончательным экзаменом для нас как для народа Божьего является национальный воскресный закон. И когда это произойдет тогда согласно решения которого вы и я примем по причине действий которые будут предприняты правительством Соединенных Штатов. Как мы тогда отреагируем друзья? Все это определит нашу вечную судьбу. И каждый день, день за днем, я и вы, мы проходим с вами маленькие экзамены. Некоторые из нас более тяжелые экзамены сдают, а некоторые полегше. И с помощью этих ежедневных экзаменов, через которые мы все проходим с вами, мы подготавливаемся к великому и последнему экзамену, который однажды произойдет в будущем. Если какой-либо человек будь то Джефф Пэттенджер, либо Дэвид Гейтс, или же Артур Бреннер, кто бы это ни был, говорит что суд над народом Божиим уже начался, или же что суд вскоре начнется в какое-то время, знайте что это весть не от Бога. Продолжая Лен Уайт говорит «Это испытание народ Божий должен пройти прежде чем они будут запечатлены. Все те, которые докажут свою верность Богу через соблюдение Его закона, и откажутся принять ложную субботу, станут под знамя Господа Бога и Иеговы и получат печать живого Бога. Те кто откажутся от истины небесного происхождения и примут воскресный день, те получат начертание зверя». Это великая проверка друзья. Наш последний финальный экзамен. Он произойдет когда-то в будущем. Когда? Вы этого не знаете и я тоже этого не знаю. Друзья, воскресный закон может прийти очень быстро. Этот народ в нашей стране в Соединенных Штатах уже давно к этому созрел. Давно уже созрел. Мы должны приготовить к этому наши сердца день за днем. Ища Божьего водительства во всех путях нашей жизни. И когда придет эта последняя проверка мы будем с вами готовы пройти ее. И в завершение я хочу помолиться о том что бы мы с вами не принимали ничего кроме того что мы можем найти в Библии и в трудах Духа Пророчества. И позор. Позор всякому человеку и всякому пастору который говорит вам то что противоречит тому что сказано в этих вдохновенных источниках. И друзья позор нам если мы примем какую-либо весть доказательство истинности которой мы ясно не находим в Библии и в трудах Эллен Уайт. Пусть Господь поможет нам друзья пусть помажет наши глаза глазной мазью что-бы мы могли быть готовы к этим продолжающимся атакам которые направлены против славной истины Божьей. Давайте помолимся. Отец Небесный мы благодарим Тебя сегодня за Библию и за то что было написано Эллен Уайт. Мы благодарим Тебя за этот потрясающий дар этот удивительный дар который позволяет видеть нам все настолько ясно. Благодарим за то что Ты посылаешь к нам эту безграничную любовь которая укрепляет каждого из нас провозглашать, защищать и стоять за то что истина даже если небеса падут. Во имя Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok